Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление Кристин Глагард, главы Европейского Центрального Банка, которое состоится в 8.00 по GMT. Это выступление в рамках форума ИЦБ, которое носит название «Макроэкономическая стабильность в условиях нестабильной инфляции». И отмечу также, что на этом мероприятии примут участие практически все главы мировых центральных банков, в том числе и Джерома Паула. Но я думаю, что ничего интересного непосредственно от Джерома Паула мы не услышим, потому что ранее у нас была возможность послушать все самые значимые тезисы его будущих действий по календарной политике во время пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва и во время его выступления в Конгрессе на прошлой неделе. Поэтому, на мой взгляд, его участие в этом мероприятии – это дань уважения коллегам. Но, с другой стороны, тоже стоит отметить, что никакое событие сейчас нельзя недооценивать. И тот фон, на который мы обычно даже обращаем меньше внимания, может в любой момент оставиться значимым катализатором для движения активов на финансовом рынке. Далее по макроэкономической статистике. В 12.30 ждем заказа на товар длительного пользования в США. И этот релиз, как отмечалось еще в ходе моего вчерашнего брифинга, будет иметь большое значение, потому что статистика влияет на вероятность повышения процентной ставки и, соответственно, влияет на курс американского доллара. Мы на этой неделе каждый день будем возвращаться к инструменту FedWatch, оценивающего вероятность повышения процентной ставки в июле. И, соответственно, если статистика действительно будет выходить в соответствии с ожиданиями, в частности, от заказов на товар длительного пользования, сегодня ждут плохие данные. Я допускаю, что вероятность повышения процентной ставки в июле, которая сейчас находится в районе 75,6%, начнет постепенно снижаться. И также в 12.30 по GMC в то же самое время, что выйдет отчет по заказам на товар длительного пользования, выйдут данные по инфляции в Канаде. Ожидается небольшое снижение, если анализировать базовый наиспотребительских цен с 4,1 до 3,9%. И, конечно же, этот отчет будет иметь большое значение для канадского доллара. Мы добавили этот инструмент в наш портфель тех торговых инструментов и активов, за которыми мы следим. И в данный момент времени пара доллар-канадец активно снижается в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Но цель 1.30 еще только впереди. Я очень рассчитываю на то, что после сегодняшних данных по инфляции в Канаде и еще при поддержке неплохого отчета по ВВП Канады в пятницу, мы эту цель сделаем уже в рамках этой недели. По основным инструментам индекс доллара 102.20. Практически те же самые значения, что и в конце прошлой недели и в начале этой. Доллар нуждается в дополнительных триггерах и, возможно, предстоящие релизы с этой ролью справятся. Опять же, заказан товар длительного пользования. Далее у нас в четверг отчет по ВВП, индексу расходов наличное потребление. И еще одно событие важное – это стресс-тесты американской банковской системы крупнейших американских банков. Будет крайне интересно понаблюдать за тем, как они пройдут это тестирование, учитывая, скажем так, кризисные явления в банковской отрасли, которые развивались в США буквально некоторое время назад. Если будут какие-то сюрпризы, например, какой-то банк из системообразующих и значимых станет выбиваться из общей картины и не пройдет этот тест, то, возможно, у нас появится еще один повод заговорить о том, что не так уж и американская экономика готова к дальнейшему повышению процентной ставки. Потому что, конечно же, дополнительное ужесточение монетарной политики негативным образом скажется на банковском секторе из-за ситуации с долговым рынком и проблем, которые могут вскрыться для отдельных уже региональных банков. Ну, эта история старая, я надеюсь, мы к ней не вернемся, потому что, если вернемся, то это будет плоскость разговоров о новом кризисе в банковской системе со всеми вытекающими отсюда последствиями. По поводу тех релизов, которые ранее публиковались в США в пятницу, напомню, были данные по PMI производственного сектора, отчет очень плохой, 46,3 пункта. Фактическое значение – это 5-месячный минимум. И, в принципе, показатели находятся ниже 50 в зоне стагнации. Составной индекс тоже не дотянул из-за слабости, разумеется, промышленного сектора до желаемого уровня. И на рынке снова заговорили о признаках или, скажем так, об угрозе рецессии в американской экономике. Это тоже не нужно сейчас списывать со счетов. То есть, если макроэкономические отчеты в последние недели будут разочаровывать, то тогда нам придется все-таки коснуться темы того, а что, если американская экономика не минует период экономического спада. Инструмент FedWatch сейчас оценивает вероятность повышения ставки в июле в 75,6%. Интересно, что буквально вчера эта вероятность была 72%. То есть, за прошедшие сутки большая часть экспертов, скажем так, некоторая часть экспертов изменили свою точку зрения и сейчас допускают, что ФРС может пойти на еще один шаг по ужесточению политики. Но, как я уже отметил, все будет зависеть от макроэкономических отчетов. Я в соответствии с прогнозами тоже жду слабые цифры и, в принципе, считаю, что ФРС может и передумать в июле, что должно негативно отразиться на курсе американского доллара. По остальным активам все пока что без изменений. Фунт против доллара 1,2726. Текущая динамика британской валюты укрепляется. По-прежнему резонанс решения Банка Англии по процентной ставке, значительное повышение на 50 байсных пунктов и соответствующая поддержка для фунта. Следующее заседание пройдут 3 августа и 21 сентября. Я прям не сомневаюсь в том, что на одном из этих заседаний Банка Канады снова, точнее Англия, может поднять ставку на 50 базисных пунктов. Не забывайте, друзья, что базовая инфляция в Англии находится на уровне 7,1%, это максимум с 1992 года. Доллар Канаде цель 1,30 актуальная. Буквально в начале этого месяца Банк Канады неожиданно повысил процентную ставку до 4,75 после паузы, кстати говоря, и дал понять, что ужесточение монетарной политики продолжится на ближайших заседаниях. Если сегодня будет какой-то сюрприз от данных по инфляции, я думаю, что вероятность повышения ставки увеличится, и это может оказать достаточную поддержку канадскому инструменту, вплоть до того, что уже в рамках и текущей торговой сессии мы увидим пару долларов Канадец поближе к отметке 1,30. По золоту 1928 долларов за тройскую унсу, я ланги сохраняю. Сейчас на стороне покупателя отчета CFTC также рыночный сантимент, который нам подсказывает, что толпа снова уходит в продажи, и если в ближайшее время мы увидим снова перекос 70-30, я думаю, что вероятность этого крайне высока, то тогда золото легко и довольно быстро вернется выше уровня 1950-1960 долларов за тройскую унцию. И рынок нефти 74-70 текущей котировки. Вчера новость о том, что S&P Global пересмотрели, понизили прогноз роста китайской экономики на этот год с 5,5 до 5,2%. Ну, честно говоря, может быть, первая реакция была негативная, но рынок нефти быстро выкупили, наверное, на осознании, что Народный банк Китая сейчас занял крайне адаптивную, проактивную позицию. То есть, в случае появления каких-то признаков замедления экономики, он активно стимулирует ее путем снижения процентной ставки. И на прошлой неделе ставка была в Китае снежена на 0,1% до 3,55%. Я думаю, что в конечном счете эти стимулирующие меры помогут, а если нет, то у нас всегда есть козы в виде значительного снижения предложения со стороны стран ОПЕК+. Поэтому в отношении рынка нефти я по-прежнему оптимист. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!